В Серпухове спасли женщину от телефонных мошенников. 80-летняя жительница пыталась забрать крупную сумму из банка, чтобы перевести деньги на незнакомый номер. Сотрудники полиции и банков страны предупреждают. Мошенники придумывают все более хитрые схемы, о которых расскажет моя коллега Кристина Маслобойщикова. К сожалению, некоторое время назад ко мне поступил звонок из МВД города Серпухова. Сотрудники сообщили, что моя бабушка находится у них в отделении, и им удалось уберечь ее от мошеннических действий. Бабушка Ольги стала жертвой телефонных мошенников. 83-летней жительнице Пущино поступил звонок с неизвестного номера. Женщине сообщили, что с ее банковского счета пытаются снять деньги, и предложили ей в срочном порядке явиться в центральный офис, чтобы перевести их на другой, безопасный счет. Нас насторожило то, что вклад заканчивается через 10 дней. Вклад был на год, и она теряет все свои начисленные проценты. Так как сумма очень крупная, сумма процентов тоже достаточно высокая. Но вопрос, для чего денежные средства? Я хочу купить квартиру. Где она хочет купить квартиру? Кто ее риэлтор? Если договор купли-продажи, то никакой информации не было. Я хочу подарить квартиру детям. Мне нужны деньги. Это для них сюрприз. Сотрудники банка оперативно передали информацию в полицию Серпухова. Из отделения бабушку забрали родственники. Только спустя время женщина призналась. Ее запугали. Я очень благодарна бдительности сотрудников банка ВТБ, а также МВД города Серпухова. Я очень рада, что полиция проводит беседы с сотрудниками банков о том, чтобы те выявляли подобные случаи. К счастью, удалось сохранить сбережения бабушки. За последние полгода наблюдается активный всплеск мошеннических действий. В связи с этим банки тесно начали сотрудничать с полицией. Посетителям вручают памятки, рассказывают о новых схемах мошенничеств. Многие жители признаются – недобросовестные люди ежедневно названивают им с разных номеров. «Звонят очень часто, в особенности на WhatsApp. Прям регулярно. А их очень легко распознать, потому что, когда они звонят, с ними начинаешь разговаривать, они прям вот очень сильно палятся в каких-то моментах, когда, допустим, а почему вы через WhatsApp звоните? А вот давайте я сама вам позвоню. Ой, да что вы, не надо, давайте вот, давайте тут поговорим. Я говорю, а почему вы мне через WhatsApp звоните? «А, ну вот это защищенная связь, все хорошо, вы не переживайте». Я говорю, нет, спасибо. Говорили, что с госуслуг там надо срочно поменять логин или пароль. Потом говорили, что, допустим, представлялись, что это там телефон, ну там что-то оператор МТС, и у вас заканчивается подписка. Для того, чтобы вашу подписку продлить, вам необходимо сказать номер телефона, то есть, ну как бы уже не сотрудники банка, то есть они разными уловками, и 40 тысяч девчонки переводили, и 60 тысяч. Даже если абонент заподозрил, что его обманывают, мошенники не сдаются, запугивают. Придумывают трагедии с участием родственников, представляются сотрудниками правоохранительных органов. Под всеми этими предлогами жители не только отдают свои личные средства, но и берут кредиты, чтобы спасти себя и близких. Сотрудник банка никогда не позвонит, не спросит, у вас идет смена телефона, подтвердите мне код, сейчас вам поступит. Сотрудник банка никогда не позвонит и не раскроет банковскую тайну. У вас переоформление вклады на такую-то сумму, когда вам удобно подойти. Сотрудник банка никогда не позвонит, особенно сотрудника какого-то Центробанка, У вас идет списание денежных средств. Скажите мне какие-то логины, пароли. Сотрудник банка может позвонить и рассказать только об изменении ставки. Еще одно важное «но». Сотрудники банков никогда не будут звонить с номеров 900 или 1000, чтобы узнать ваши данные, номера и коды безопасности. Разговаривать с мошенниками не надо. Лучше сбросить звонок. Полиция сотрудничает с банками, СБР, Альфа, ВТБ. У нас есть внутренний электронный документ оборота. В случае обращения гражданина за помощью мы можем связаться со службой безопасности банка, попробовать предотвратить либо приостановить перевод. В настоящее время учтились случаи такого мошенничества в отношении сотрудников крупных предприятий Сербухова, больниц и школ учителей, то есть и медработников. Взламывается телеграмм либо ватсап работодателя. И от имени работодателя идет рассылка о том, что необходимо взять кредиты, проводится проверка ФСБ, МВД. Если вам пришли подобные сообщения в мессенджерах от работодателя, необходимо сразу рассказать ему об этом. В лучшем случае с глазу на глаз или позвонить по старому, уже давно проверенному номеру. Уточнить информацию. Так вы обезопасите себя и своих коллег от мошенников. Сотрудники спецслужб также не присылают сообщения в мессенджерах, ватсапе или телеграмме. Не звонят и не сообщают, что необходимо перевести денежные средства. Сейчас важно быть бдительным. Говорить об этом со своими взрослыми родственниками, бабушками и дедушками. Если же вы все-таки попались на удочку мошенников, необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы. При быстром реагировании есть вероятность вернуть средства.